Мы продолжаем читать изречение преподобного Нила Синайского из второго тома «Добротолюбие». Сегодня начинаем разговор о самой любимой нашей страсти, о тщеславии. И достаточно много изречений собрано здесь по поводу тщеславия. 31 абзац. Демоны нередко наводят на смиренно-мудрых унижение и поношение, чтобы не стерпя не заслуженного презрения оставили они смиренно-мудре. «Но кто в смирении мужественно переносит бесчестие, тот этим самым возносится паче на высоту любомудрия». То есть подлинность смирения и проявляется перенесением укоризм, клевет и поношений других. Потому мы и опознаем, что мы действительно смирены, что у нас хватает на это, этого самого смирения. Если не хватает, значит мы не смирены. Почему? Подлинное смирение исходит из двух интенций. Либо человек думает, я хуже всех. Я очень плохой, знает свои грехи или состояние своей души. Он понимает, что он хуже всех, он знает, что хуже всех и потому смиряется. Тогда он должен понимать, что что бы с ним ни случилось, он этого заслуживает. Если он хуже всех, то по определению его нужно шпынять, его нужно вылечивать от этой худшести, а вылечивается именно тем, что его укоряют, клевещут и так далее. Ну вот эту идею нам подает преподобный Иоанн Лестичник, говоря, что человеку тщеславному полезно жить среди строгих и очень требовательных братьев, которые не милосердны, суровы, и это лучшее лекарство от тщеславия. Добрые батюшки, милующие братья, они не вылечивают душу. Но если я действительно считаю себя хуже всех, или по крайней мере очень плохим, то логично, разумно, естественно, достойно и праведно такому человеку принять все посылаемо им, ибо он этого заслуживает. Достойно по делам моим приемлю, как сказал разбойник, висящий на кресте. А вторая интенция, из которой рождается смирение, на самом деле более правильное и более совершенное, более чистое и менее, так скажем, соблазнительное, это совершенное послушание Богу. Человек смирил себя перед Богом, то есть буквально смирил, стоит смирно, исполняет любое действие, любой приказ, любое побуждение, которое исходит от лица Божьего. Вот это и есть в сущности подлинное смирение. И тогда он тем более должен принять любые случающиеся с ним обстоятельства. Если на меня ругаются, значит, Бог так повелел. Если меня здесь не любят, значит, Бог так повелел. Если меня клевещут, значит, Бог повелел на меня вот так ополчиться людям. Ему виднее зачем. То есть при любой интенции, с которой рождается хоть какая-то степень смирения, человек смиряющийся, и даже буквально, как здесь преподобный Нил называет их смиренно-мудрыми, человек смиряющийся с неизбежностью принуждается, у него есть помысел, помогающий ему потерпеть. Но раз он не может терпеть, раз он взрывается, начинает защищать себя от клеветы и поношения, значит, он не смирился. У него нет ни того смирения, ни другого. Значит, он только напускает на себя некий вид, образ смирения, одевает некую личину, либо потому, что так ему нравится, либо потому, что так удобнее жить, либо потому, что он таким образом создает определенный имидж в глазах других людей. Причин множество, но ни одна из них не свидетельствует о подлинном смирении. Человек не смирился, он просто играет в смирение, потому что по той или иной причине ему это выгодно. Вот ему это доставляет какой-то бонус. А подлинное смирение, вот оно исходит из тех тенденций, о которых сказано. И поэтому вот такие вот искушения и напасти, они помогают понять человеку, что он не смирен. Кроме того, человек должен потерпеть все эти обрушившиеся на него клеветы, поношения, гонения, еще и потому, что он христианин. Апостол Петр в своем послании так и говорит, если мы страдаем невинно, то есть нас обвиняют в том, чего мы не делали, то мы уподобились Христу, и собственно к этому Христос нас и призвал, чтобы страдать несправедливо, как сам он пострадал. То есть мы, возводясь к такому деланию, как бы призываемся Христом к подражанию ему. Мы, как это у апостола Павла в послании к римлянам, если мы с ним страдаем, то с ним прославимся. То есть для нас вот эта скорбь, она есть путь к полному и подлинному соединению со Христом и залог нашего воскресения. Поэтому, если мы не хотим сострадать со Христом, если мы не хотим разделять с ним его крест, его обрушившуюся на него клевету, и обрушивающуюся на него неблагодарность и непонимание других людей, то есть если мы это не делаем, то мы на самом деле совлекаемся его смирением, совлекаемся его благодати, мы разрываем с ним отношения, потому что мы оказываемся неверными ему и не идем на самом деле тем путем, не берем крест и не идем тем путем, которым он нас принуждает идти. Но, как бы важно сказать, и может это послужит как-то утешением, что все эти поползновения, которые нам приходится пережить, то есть вот нас клевещут, нас поносят, нас ругают, нас несправедливо обвиняют, мы, естественно, изнемогаем, мы боремся, мы стараемся защититься, мы взрываемся, мы нападаем, много чего делаем, у кого что, но пытаемся как-то отстоять свое доброе имя, если мы в этом не виноваты, в свою честь и достоинство. Это, скажем, тоже вариант реакции на этих событий, но когда мы все-таки начинаем, пускаемся в это отстаивание своего чести и достоинства, то мы постепенно понимаем, что это не тот путь, и впадаем в грехи гораздо более худшие, чем те, за которые нас несправедливо и ложно обвиняли. Мы начинаем грешить еще больше, и нам постепенно открывается, что мы не захотели, не смогли идти за Христом и оказались в худшем состоянии, чем были. Мы понимаем, что мы оказались неверными Богу, и вот это покаяние собственной неверности, оно подобно покаянию Петра, оно подобно покаянию Павла. Пережив от этого свое собственное, как бы сказать, отступление от Бога, желание отстоять свою правду, свое имя, не думая о том, что Христос этого не делал, мы, переживая этому, в конце концов и смиряемся по-настоящему, и открывается нам дверь к подлинному покаянию. То есть само такое вот поведение человека, который не может вынести незаслуженного презрения, а пытается как-то вот оставив смиренно-мудре защищать себя, для этого человека это самозащита, и эта брань, в которую он попадает, она может стать путем к подлинному смирению. Опознав, в конце концов, в этой череде падений и искушений, что он на самом деле только играл в смирение, никогда смиренным не был, он и сокрушается сильно, и в этом сокрушении обретает подлинное смирение. 32-й абзац. Изгони изнутри даже и мысль о похвале человеческой, чтобы через то отразить любопоказательный помысл тщеславия еще прежде порождения его. Изгони мысль о похвале человеческой. Намечательная слава. Изгони мысль. Похвала сваливается и приходит даже на людей, живущих в пустыне. И Сергий, и Антоний, Великий, и Серафим все же таки не могли даже в пустыне спастись от этого внимания и похвалы. Если уж они, убегая в пустыню, будучи совершенными, в смирении и в уме не могли избежать этого, то тем более и мы, живущие в миру, находящиеся на виде, на обозрении всеобщем, тем более люди, ведущие какую-то публичную деятельность, преподаватели, священники, врачи, учителя, они неизбежно попадают в состояние похвалы. И если, скажем, праведный Симеон Верхотурский мог позволить себе роскошь не дошивать шубы, то часто, скажем, мы не можем себе такого позволить, не может врач не заделать шов или не долечить сердце. Он вынужден делать, в кавычках, наверное, вынужден делать это качественно, потому что он врач. И спасти человека, исцелить его, из-за этого, естественно, получает похвалу. Не может учитель нерадиво выполнять свое задание, он должен сделать все, чтобы ребенок выучил этот предмет, овладел этим знанием, и, если необходимо, сдал итоговый экзамен по этому предмету. И он не может не доработать сам с этой точки зрения, потому что это будет то же самое, что проклят всяк, творящий дело Господне небрежно. Также и священник, и многие другие люди, особенно так или иначе ведущие социальную, публичную деятельность, они не могут чего-то там не доделать, потому что это невозможно. И поэтому похвала тем более на них обрушивается, обрушится, и избежать они ее не в состоянии. Невозможно ее, человеку, живущему в мире, избежать. Можно не вестись на похвалу, можно не поддаваться похвале, не реагировать на нее, но похвалу саму избежать нельзя. Наша задача не в том, чтобы нас не хвалили, вот, но самый лучший, ну даже, наверное, этот, я знаю одну историю, когда человек один, вот, воодушевленный подобными, ну, не у Нила Синайска, у другого отца он прочитал, у Игнатия Бричанина, кажется, он воодушевился и сказал, я буду делать все, чтобы меня не хвалили. Ну, вообще-то это люди, которые в просторечии называются юродивые, которые избегают похвалы человеческой настолько, что всем делают пакости. Вот, а поскольку и у родивых это получается, потому что они встают на этот подвиг по благодати Божьей. Вот если не по благодати и не по воле Божьей встаешь на этот подвиг, то получилось у него довольно курьезная ситуация. Он стал делать все, что не вызывает похвалы, то есть, как только его там, например, похвалят за благочестивый вид, он тут же станет носить рвань. Как только его похвалят за то, что он там много молится, он тут же начинает там что-то бормотать в храме какую-нибудь неразберюху. Вот только, чтобы избежать похвалы. И вот парадоксальным образом он получил похвалу. Его стали хвалить негодные люди. Они каким-то образом, ну я так подозреваю, что это был промысел Божий, они каким-то образом узнали и стали приходить специально, чтобы хлить, правильно, правильно, так и надо, так и делай. Молодец, вот наш человек, хорошо. Мешай богослужению, правильно, ходи, урвани, обличай этих самых православных, так им и надо. Вот, и он, стараясь избежать хорошей похвалы, он попал под плохую похвалу, и уже неприятная сторона истории, ему потребовалось несколько месяцев, чтобы вернуться к нормальному состоянию. То есть, он уже понял, что неправильно, но его хвалили. И это зацепило, поскольку он делал это не по воле Божьей, его зацепила эта похвала. И перестроиться обратно, и начать быть как все, стало очень трудно. Вот, это потребовало буквально усилий, ломки, но вот опыт был очень замечательный, очень важный. И поэтому надо думать не о том, тоже есть вот такая реакция, не хвали меня, не надо. Вот, это неправильная реакция, она нездоровая реакция. Похвала, конечно, льстит человеку, она приятна, нам ее приятно слушать. Надо сделать так, чтобы она никаким образом не была приятна нашему слуху. Но вообще-то говоря, похвала ничего не говорит о нас. И это первое, с чего нужно начать. Похвала, какую бы мы ни слышали, она к нам не имеет никакого отношения. Похвала свидетельствует о двух вещах. О Боге, который это все делает, это его хвалят. Вот, на самом деле, и к нему это все относится. А во-вторых, похвала что-то говорит о говорящем. Потому что, на самом деле, тот, кто хвалит, свидетельствует о том, что у него независливое, мирное, доброе сердце. А у меня вполне может оказаться тщеславным и тщеславным и завистливым. Ну вот, скажем, когда у другого человека успех, мы, нас это как бы цепляет, укоряет, колет нас это. Вот, и мы ходим, ревнуем, завидуем. А человек, который приходит, говорит, слушай, ты сегодня выиграл конкурс, тебя сегодня наградили, здорово, ты такой молодец, говорит о том, что этот человек, говорящий, смирен. Он не ревнует и не завидует успеху другого человека. Поэтому, на самом деле, и поэтому, например, Серафим Саровский, понимая это изнутри очень глубоко, он себя всегда считал ниже всех, а всех называл ваше боголюбие, именно потому, что во всех видел людей, любящих Бог. То есть, грубо говоря, ну или не грубо говоря, ко мне приходит человек, ища у меня помощи и совета. Глупо считать, что я этого, ну что-то там, вот какой-то значимый человек, я же ничего не могу сделать. Бог захочет, через меня отдаст совет, не захочет, я какую-нибудь глупость ляпну, и человек погибнет. Это никак, это вот вообще не про меня. Ну а о человеке, пришедшем меня спросить, это говорит точно. Он смирился, чтобы спросить. Он себя считает ниже, чем я. Он смирен и кроток. И он доверяет Богу настолько, что готов выслушать его волю из уст грешного человека. Какова же вера у этого человека. Поэтому преподобный Серафим и называл их ваше боголюбие. Это правда. Человек к нам приходящий много говорит о себе. Совсем ничего не говорит обо мне. Человек, скажем, вот сидящий сейчас у экрана телевизора и слушающий эту передачу, он, несомненно, лучше и выше, чем тот, кто ее делает и кто ее говорит. Потому что он смиреннее, потому что он кроток, потому что слушать труднее, чем говорить. Потому что он, без сомнения, смиренный человек. А каков говорящий, это еще надо посмотреть. И поэтому внимательные люди, они это понимали и это знали, что похвала совершенно бестолковая вещь, если ей верить. Потому что это абсолютно все равно, что верить миражу. Мира ничего не говорится обо мне. Она объективно ничего обо мне похвала не говорит. только о Боге, любящем нас, и о смирении, и любви человека нас хвалящего. Но чтобы это все понять и принять, как раз человек и должен иметь как бы противоядие против похвалы. Чтобы не приписать похвалы себе, чтобы трезво отнестись, не обольститься похвалой, человек должен отвергнуть само желание похвалы. Он должен еще до того, как его похвалят, понять, что похвала не имеет никакого отношения к его личности, совершенно бессмысленно и непродуктивно. И таким образом, ну вот она ничего не значит. Если, скажем, ну просто ничего не значит. Вот надо, чтобы человек живущий среди людей был как бы внутренне имел прививку от похвалы. Чтобы он внутренне, у него было совершенно четкое, выстраданное, точное убеждение, что похвале нет никакого смысла, никакой объективной картины. Она просто есть, и ничего, вот применять ее ко мне нет совершенно никаких оснований, никакого смысла. А вот кто желает похвалы, тот непременно ее найдет, тот непременно ее услышит, и непременно она его обольстит. Но чтобы вот эту прививку от похвалы иметь, чтобы научиться сразу как бы отсекать эту похвалу, как бы сразу отвергать ее, как бы не принимать ее к сердцу совершенно, заранее ее возненавидев, нужно какое-то внутреннее дело, дающее силу, защищающее нас от похвалы. Какое это дело? Тридцатый абзац. Кто слезами обнаруживает душевную немощь, тот не будет высоко думать о трудах своих. То есть, кто познал свою немощь, кто познал свою слабость, кто познал свой грех, свое бессилие быть хоть сколько-нибудь порядочным человеком, честным человеком, тем более совершенное бессилие хоть что-нибудь сделать заради Христа, хоть что-нибудь благое, когда он совершенно убежден в своем окаянстве, бессилии, немощи, грехе и плачет об этом постоянно, то вот это состояние плача своей немощи и греха, о грехах, грехе ли, это плач и сохраняет, защищает человека от любой похвалы. Если человек не плачет, если человек не сокрушается, если он не познал своей немощи, не знает своего бессилия, не знает своего греха и полной невозможности без Бога выбраться даже из состояния этого греха, он, конечно, будет принимать по хвалу. Ну, я же этого достоин. Вот. А когда познал, то ты плачешь. А поскольку это познание, постоянно удостоверяющее, углубляющееся в плач, то похвала просто не может достигнуть сердца человека. Даже если его превознести до небес, и тогда он понимает, это не ко мне, я-то знаю, кто я. Это все о Боге, про Бога, слава Ему. Он не говорит это лицемерному, просто знает это. Конечно, трезвиться и в этом случае надо, но все равно покаяние и сокрушение, выражаемое в слезах, оно защищает человека как бы броней, от которой любая похвала отскакивает. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова